Восьмая глава книги пророка Осии и проекта Экзегет и мой перевод, вот то, что мы сегодня с вами читаем. Не с самого начала восьмой главы, мы чуть-чуть ее начали в прошлый раз. Так выходит, что наши видеолекции примерно равной длины, а главы-то в Библии совсем неравны, поэтому не всегда попадаем точно на отделение между главами. Итак, восьмая глава – это пламенная речь пророка, обращенная от имени Бога, конечно, к Самарии или Ефрему, то есть к Северному царству, к Израилю, которое разделилось уже с Южным и которое ждет каких-то перемен от внешней политики, скажем так. Так, заигрывает с Египтом и с Ассирией, но в результате дождется только порабощения, когда налетит некий орел, под которым надо думать, он имеет в виду ассирийцев. Ассирия – северное царство по отношению к Ефрему и одна из великих мировых империй того времени. Наверное, самая великая и действительно в 721 году Самария, столица этого северного царства, будет ассирийцами разрушена. И заранее Осия об этом пророчитывает, будучи сам гражданином этого северного царства, жителем. «Оставил тебя Самария твой телец, воспылал гнев мой на них, доколе им чураться чистоты, ведь они от Израиля». Кто такой телец? Вообще телец, как и в нашем языке, конечно, это символ величия и могущества. «Бык» по-русски мы скажем, у нас это обычно в нехороших таких контекстах «быковать», это значит быть таким очень грубым, демонстративно грубым человеком. В древности это скорее в положительном значении. «Бык» – это тот, кто могучий, неукротимый, тот, кто за себя постоит, обидчиков накажет, растопчет, забодает и вообще с которым справиться трудно. С другой стороны, конечно, именно по этой причине тельцы становились идолами. Вспомним, когда Моисей получил от Бога завет на горе Синай, то спустившись, он обнаружил, что его народ Израиль отлил себе золотого именно тельца. Не лягушку, не еще кого-то, а тельца, потому что телец – это очень ясный образ божества для человека древнего мира. И вот, соответственно, этому тельцу они и поклоняются. Так кто здесь телец Самарии? А некий идол, которого они отлили, вероятно, да, но подлинный телец – Бог, потому что к Богу относятся очень часто те же самые образы и метафоры, которые язычники относили к своим божествам, он как раз и оставил эту самую Самарию. Вот такая интересная игра слов, то есть жители Самарии считают, что у них есть их телец, их какое-то божество, и, может быть, они называют его даже Господом или Яхве, как тогда звучало это имя, мы точно не знаем, но при этом они его воспринимают скорее как вот такого охранного идола. Вот поставили идола у себя в городе, ну, значит, все у нас хорошо. Так вот этого идола охранного в городе больше нет, он никого, ни от чего не защищает. И дальше как раз про идола, уже, конечно, явно не про Бога, а про идола, который в Самарии где-то, вероятно, стоит. Пророк Уисе говорит подробно, это не единственное место, где пророки будут их описывать, но именно здесь становится особенно ясна, как потом у Исаии это будет не раз, связь между ложной надеждой и природой идола. Что такое идол? Это творение человеческих рук. А идол, ремесленник сделал его, он не Бог, он разлетится на куски самарийский телец. И вот здесь вы мне скажете, да, конечно, ну, раз телец это идол, понятно, что это о языческом божестве, которое в Самарии почитали. А я, может быть, даже и не соглашусь, я скажу, что ведь иногда и Бога единого изображают в каком-то виде идола, пусть не буквально, пусть в собственном сознании, пусть этот Бог становится всего лишь охранной такой грамотой, грамотой, оберегом для тех или иных людей или сообществ. И вот если это так, то он тоже может разлететься на куски, потому что это не он, потому что это изделие человеческого разума, пусть не изделие человеческих рук в буквальном смысле слова. Посеяли ветер, так бурю пожнут. Вот, кстати, откуда в русском языке эта поговорка. Стебель бы с колоса не даст зерна, а и дал бы пожрали б его чудаки. Посеяли ветер и пожали бурю, что это значит? Или пожнут в будущем времени здесь. Но ветер – это ведь что-то пустое. Ветер – то, что само по себе веет. Когда человек сеет, он кидает зерна. Он эти зерна сберег, собрал от предыдущего урожая, сохранил до времени посева, и он вкладывается в это. А ветер – это то, что просто веет. И человек, который сеет ветер, он, собственно, ничего особенного не делает. Он в пустоте существует, он ничего не отдает, он ничем не обладает. Он плавает по волнам обстоятельств, скажем, и сеет ветер, и пожинает бурю. То есть, ну, понятно, что буря – это очень сильный ветер, и урожай он всегда больше, в норме, по крайней мере, всегда больше, чем то, что было посеяно. Логично, что, посеяв ветер, пожинаешь бурю. В переносном смысле, конечно, занимаясь пустотой, ты в результате вызываешь какие-то очень неприятные для тебя последствия. Но образ гораздо более красивый. И стебель бесколоса не сдаст зерна. Да, вот ветер – это то, что не имеет какой-то, ну, вот, осязаемой сущности. И стебель бесколоса – это просто такая вот палочка, которая торчит, и она бесплодна. Тоже нет у нее того, что принесет некую прибыль, урожай, достаток, покой. И это сравнивается, собственно, с жизнью этого северного народа. Израиля об иудее будут похожие фразы, но и гораздо меньше осей. Потому что вот как-то это все бесплодно и впустую. А если бы дал, пожрали бы его чужаки. Потому что кругом действительно враги. И дальше об этом подробно. «Проглочен Израиль. Среди народов он стал никчемным сосудом. Потому что отправились в Ассирию. Как дикий осел ходит сам по себе, так Ефрем себе любовников нанимал». Вот там Египет и Ассирия. В прошлый раз мы тоже читали в 7 главе. Два великих государства, к которым обращаются за помощью. Вместо того, чтобы обратиться к Богу. И как дикий осел, который гуляет там. Да, есть домашний осел, который работает, таскает поклажу. Или там мелит зерно в мельнице, например, его впрягли, он ходит по кругу. Он что-то такое делает полезное, но при этом он не свободен. А дикий осел абсолютно свободен, но абсолютно бесполезен. И вот эта полная свобода, это одновременно полная бесполезность. Они отправляются в Ассирию, а могли бы в Египет. Вот куда угодно, что угодно. Но бесполезно, ничего это не дает. И вот это нанимание любовников. Смотрите, здесь образ, который связан с языческой такой культовой обрядностью. То есть, кто такие любовники? Это божества, которым поклоняются израильтяне. Стоит в одном контексте с политикой. Почему же плохо ходить в Ассирию? Разве в Ассирии обязательно идолы? Нет, не обязательно. Но само стремление сделать так, чтобы все было у тебя в кармане так, как надо, уподобляется либо дикому ослу, который бегает по улицам, даже лучше сказать, по диким полям и живет как хочет, или такому свободному поиску любовников, когда, допустим, какая-то развратная женщина, она тоже так глядит во все стороны, где бы ей кого-то завлечь в свои сети. То есть, на самом деле, между такой политической всеядностью, стремлением найти для себя какую-то безопасную такую позицию, чтобы из этой позиции можно было на всех плевать и говорить, вот, а я самый могучий. И язычеством есть какая-то внутренняя связь. Вот здесь это поиск такого сильного партнера и сравнивается с поиском сильного партнера по жизни, да? Ну, это, конечно, здесь Ассирийская империя, например, на которую они с таким интересом смотрят. Да, народы одаривали они, но теперь я их соберу, застонут скоро под бременем того, кто царствует над князьями. Не очень понятно, о чем идет речь, такая загадочная, как часто у пророков есть, вероятно, Ассирийское нашествие. То есть, Ассирийский царь, который царствует над местными князьями, вот в момент, когда Самария, Израиль, Северное царство утрачивают свою идентичность, обращаются не к Богу, а к другим народам, в этот момент это Северное царство застонет под рукой великого Ассирийского царя. Несмотря на то, что раньше они одаривали народы, несмотря на то, что на локальном уровне они тоже были, если не сверхдержавой, то, по крайней мере, могучим государством. Много алтарей Ефрем воздвиг, чтобы жертву за грех приносить, но сами алтари обратились в грех. Я написал им так много в законе моем, но все это чуждо им. То есть, смотрите, человек может быть очень религиозным, и общество может быть очень религиозным. Построили много алтарей, что же тут плохого? Ну, ведь не пятийных заведений понастроили, не домов терпимости. Алтари приносятся жертвы Богу, и не скажем, что языческие. Если бы языческие, понятно. Но, смотрите, во-первых, в Моисеевом законе предполагалось, что будет только один алтарь, только один жертвенник, скиния, потом храм, и, соответственно, это все нарушение прямой этих запретов. Но дело даже не в том, что это просто нарушение неких формальных запретов, одно место, в данном случае Иерусалим, и надо все приносить там. Дело в том, что здесь Осия, как и часто пророки, обличает такую религиозность, при которой человек сам, в общем, делает по своему хотению, по своему образу, по своим представлениям, такой обряд, ритуал, такую религию, которая ему нужна и удобна. Приносят жертвы, что по нраву им жертвуют мясо, и сами его едят. Ну, были разные виды жертв. При некоторых сожжениях полностью уничтожалась тушь жертвенного животного, при других это жертвенное животное делилось на некоторые части, часть сжигалась на алтаре, часть поедалась действительно приносившими жертву и священникам, и жертвователям. Вот, то есть, само по себе это не было однозначно плохим. Но здесь описание, конечно, ситуации, когда приносятся только те жертвы, которые выгодно, удобно, приятно, когда жертва становится просто поводом покушать шашлык, мошлый, пожарить мясца такого хорошего на ужин себе. И в результате сами алтари обращаются в грех, потому что возникает религия удобства, благополучия, сытости, религия выгоды, религия самоуспокоенности. Жертвуют мясо и сами его едят. Это же не только про какие-то гастрономические причины. Когда ты вроде бы Богу отдаешь, но сам пользуешься. Когда весь смысл твоих священодействий в том, чтобы себе нечто получить. «Недоволен ими Господь, припомнит нечестие их, накажет грехи, обратно в Египет они пойдут». Но это такая постоянная угроза. Дело в том, что при нашествиях с севера из-за Сирии действительно израильтяне нередко укрывались в Египте. Египет – это такая альтернативная великая держава, в которой в случае чего можно переждать ассирийское нашествие, ну или если уж совсем все плохо, если ассирийцы завоевали страну, ну, чтобы уж с ними все-таки не вести дел, ну, можно эмигрировать в Египет. Но смысл, конечно, здесь в том, что Египет – это место, из которого Израиль вышел. Исход, и книга «Исход», и само событие «Исхода» ровно об этом и повествуют, что Израиль как народ возникает в момент выхода из Египта. И в этом не только какой-то географический смысл, но Египет как такая великая цивилизация, великая держава, языческая, конечно, и держава, в которой очень много всего – высокоразвитая культура, политика, экономика. Вот из нее надо выйти не только в физическом, географическом смысле, но перестать быть частью какого-то великого земного, геополитического, или как хотите назовите это, проекта, чтобы стать действительно божьими. И в какой-то момент, когда израильтяне об этом забывают, им приходится возвращаться в Египет вынужденно, их заставляет, гонит туда необходимость, ну, а сирийское завоевание – ладно. Но и сами они в этот Египет буквально направляются, потому что они снова хотят стать рабами Великой Империи, они снова хотят стать теми, кто работает на некоторую земную идею, на величие фараона, его гробницы, на памятники, города. Они снова пытаются уйти от той миссии, которую дал им Бог, и в результате он возвращает их в Египет, может быть, создавая тем самым возможность нового исхода, создавая возможность отказаться от всего этого, чтобы действительно с ними случилось нечто лучшее, большее, чтобы египетский плен, повторившийся, стал началом повторившегося исхода. Ну, о том, как подробнее вот эта ситуация плена расписана в 9 главе, в следующий раз. Продолжение следует...